Всем привет дорогие друзья, с вами Дима и канал МТГ Сибирь. Сегодня мы будем играть Силет по престолу Эльдрейна. Итак, сегодня мы играем Силет. Играю я сразу скажу, что не со своего аккаунта, мне его одолжил друг. Говорит Дима, сними Силет, не вопрос. Только я сразу скажу, что Силет я не играл оооочень давно. Это прямо очень старая история. Даже не помню, что тогда последний раз выходило уже. Но что-то очень-очень давно, уже много лет назад. Ну, как-то вот не манит меня перспектива тратить бабло на картонки, если честно, пока что. Вот, но прежде чем мы придем к Силету, хочу зачитать несколько ваших сообщений. Акнур Дайл Бай пишет. Кстати, когда я говорил сделать бюджетные деки, я не имел ввиду убрать рапки. Просто по цене карты должны быть недорогими. А так, крутое видео. Спасибо, Акнур. Что я могу сказать? Я просто, видишь, я такой человек, я сейчас далек немножечко от карточной магии, поэтому цены не мониторю. Но впредь постараюсь учесть твое пожелание. Гифтед пишет. Так тяжело найти бюджетные колоды. Ну, дружище, я надеюсь, что те колоды, которые я записываю, ты не сощущешь сильно дорогими. Я правда не знаю, сколько сейчас стоят карты. Но надеюсь, что тебе зайдет. Итак, давайте перейдем к Силиду. Фух, так волнуюсь. Все-таки это аккаунт друга. Не запороть бы этот Силид на корню. Ладно, давайте рискнем, попробуем поиграть Силид. Преступник к сбору колоды. Престол Элд Райна. Открываем бустера. Итак, у нас тут что есть? Линден. Часы. Разрубающий удар. Пылкий поборник. Замок. Ну, в принципе... Хм. В принципе, на самом деле, ничего такого. Ну, ладно, давайте. Далее. Так. Это наши Анки и Камана, да? Давайте еще раз посмотрим Рары. Я, если честно, уже так давно не играл в Силид, уже даже не помню. Чего у нас еще раз есть? У нас есть Линден, непреклонная королева. Так. В наш канцерах будет получать их Хид. Архонт Гармонии. Полет, не являющийся Архонтами существами. База по силу у нас есть 3-3. Когда Архонт Гармония выходит на поле битвы, создайте две чарки и существует 1-1 белый человек. Часы полуночи. Ну, так. Для драфта даже, не знаю, для Силида не очень. Наверное, Архонт мне более-менее. Линден тоже. Вот это, так, разрубающий удар за 7 маны. С тем повреждением. Разделенных по вашему выбору между одной, двумя или тремя целями. Если на разыграннице законания было подачено 7 или больше красной маны, то вместо этого разрубающий удар наносит 7 повреждений каждому из тех приманентов и или игроков. Ну, вот это интересно. Ну, это надо, так понимаю, собирать моно. Вот с этим тоже надо собирать моно, скорее всего. Потому что третий белый косы, это прямо жутко. Пылкий поборник может быть хорошим, если мы вкрыли каких-то рыцарей. Давайте теперь уже смотреть анкомоны, какие мы наскрывали. Так, что у нас тут есть? Лукшительная тишина. Каждый игрок не может разогнать больше. Ну, это не суда. Сейр Эллин. Львиный коготь. А, в итоге сочетала получает просто 1-1. Это неплохо. Так, превращение в тыкву. Ну, так себе. Вообще, так себе это. Так себе. Огр череподав 4-3. Нас повреждение оппоненту. Игрок сбрасывает одну случайную карту. Так. Ну, вот что-то. Что-то такое вот уже. Более-менее. Такой неплохой дробчик. Для поздней, для ранней не очень. Для поздней более-менее. Так. Бой грядущий. Верните сыревую карту из вашего кладбища. Вашу руку. Положите не более одной, другой сыревой карты из вашего кладбища. Наверх вашей ботеки. Вот это неплохо. В принципе. Так. Противник из Дубалейси. За 4 мана. Разыгрывается к нам. Стоит на 2 маны. На 2 маны есть зеленый перманент. Смутельное касание. Мод тоже неплохой, кстати. Рыцарь нормальный. Так. Что-то черно-синее. Прямо такой алчный порыв. Что с этим делать. В принципе ничего такая карточка. Копьё на норм. Рыцарь. Норм. Ветеран. Если мы вдруг каким-то образом соберём. Кстати, да. Ресталище. Рыцарей. То может быть. Пиксель. Ресталище. Метла колдуна, да. Теперь давайте посмотрим обычное. Что у нас тут есть. Фея. Человек-солдат. Хм. Доспехи. Рыцарь. Рыцарь. Ещё рыцарь. Хм. Так-то интересно в принципе. Повторяй. Женом накажется. Что под вашим контролем. Твёрдость. Мет бдительность до конца хода. Так. Грифончик. Светилище. Мантия приливов. Милищий мир. Фаук-один. Коридорный наблюдатель. Три штуки. Что с ним делать непонятно. Королева зимы. Так. Тут у нас мечник. Так. Фея. Контерспелл один. Кстати. К сожалению. Так. Пусть опять тут свинины и достачи. Это неплохо. Вечная молодость. Тоже кстати неплохо. Мечника у нас аж два. Так. А чего у нас есть рыцари? Которых по два все по одному. Да? Так. Ведьма-искусительница. Ну так-то и нормальная в принципе ведьма. Уничтожь церковь. Существует всего не более трёх. Ремувальчик. Какая-то хрень. Жнец. Бла-бла-бла. Бла-бла-бла-бла. Тут даже рыцаря нету. Один гном. Жгучая пламя дракона. Ну в принципе неплохое. Такой ремувал. Рыцарь. Кстати говоря. Пожартуть и иду. Так. Блин. Наверное это будет самое сложное видео в моей жизни. Я вообще не знаю что собирать с этим. Агрорыцарь. Ну давайте попробуем так. Давайте попробуем написать рыцарь. Вот просто от балды. Рыцарь. Написали. Ага. Так. Рыцарь. Что у нас есть? Чёрно-зелёно-белокрасный рыцарь. Четыре цвета. Допустим. Раз. Два. Три. Четыре. Там. Просто всех положим сейчас. Пять. Шесть. Семь. Восемь. Вот так. Вот так. Это тоже рыцарь? Дает угрозу. Да? Ну в принципе ничего такое. Так. Ну вот у нас допустим рыцарь. Тридцать одна карта. Ну что-то если честно какая-то хрень. Так. И сброс. Давайте сброс. Так. Еще раз. По рарам. И мификам. Архонт. Архонт мне с этим нравится. Он больше как-то таких больших партий. Да? Или правда рыцарей собрать. Так. А что у нас есть с едой? Так. Только волк. Только два волка, которые кладут, сделают виду. Архонта. Ладно. Что у нас есть? Мы же в принципе можем агру собрать. Да? Какую-нибудь белую агру с архонтом. Он правда один конечно. Можно даже какую-нибудь белую синюю агру попробовать собрать. С каким-нибудь небольшим сплэшем. Ради чего сплэшится? Вот только я не понимаю. Не знаю пока. Может быть ради красного? У красного в принципе есть варианты интересные. Может быть ради зеленого. У зеленого в принципе ничего интересного нет. Так. Бело-красный. С рыцарями. Бело-красные кнайты. Ну что-то не очень, да? Что-то прям в дом очень, очень не очень. Оружейная стойка. Перекрашиватель. Так, ну что. Так, сейчас я ребятки наверное уйду, так сказать, на подумать. И потом уже вернусь к вам с готовым билдом. Вот из того, что есть. Итак, ребята, я думал-думал и придумал, ой, забыл про замок. Такую одну еще. Я тут думал-думал-думал и придумал вот такой билд. Так. Итак, у нас тут две феи-наставницы. За одну ману полет 1-1. И либо за волшебство можно дать плюс 2-1 в целевом криче и полет до конца хода. Одна копия пылкого поборника за одну ману 1-1. Первый удар, ускорение. Каждая эскала атакует. Другой атакующий рыцарь под нашим контролем получает плюс 1-0 до конца хода. И активация активируемых нашими способностями старидить целью, который является пылкий поборник, стоит на 3 маны меньше. Шипастая плеть за одну ману. Целевое существо получает пыл 2-0 и достачь до конца хода. Это вот ему желательно. Или тому, что не умирает у нас. Оруженосить серебряного пламени. За две маны 2-1. Человек-солдат. Целевое существо получает плюс 2-2 до конца хода. Разверните его за инстанту. Он умеет делать. За две маны 2-1 рыцарь. За две маны 2-1 рыцарь с цепь жизнью. И мы получаем х жизни. А каждый теряет х жизни. Где х количество рыцарей под нашим контролем. Если мы играем заискивание. Командир из вич на земле. За две маны 2-0. Смертельное казание. Выносливость его равна количеству рыцарей под нашим контролем. Каждый раз, когда командир из вич на земле, атакует другой целевой рыцарь. Под нашим контролем получает неразрушимость до конца хода. Один вдохновляющий ветеран. За две маны 2-2. Одна копия похищения души. За две маны уничтожает. Целевое существо с силой не более трех. Жгучее драконье пламя. За две маны наносит три повреждения целому существу или пленсволкеру. Если то существо или пленсволкер должно умереть в одном ходу и сгонить его вместо этого. Копье стального когтя. За две маны. Снаряженное существо получает плюс 2-2. Снаряжение рыцаря. Одну ману. Если же его, то ноль маны. Рыцарь из твердыни. За три маны 3-2. Все просто. И за три маны 2-3. Когда выходит на поле битвы, предскажите 2. Конечно, тут немножечко смущает большое количество двойных, четверных кастов. Но, не знаю, посмотрим, что получится. Паладин Арден Вейла. За 4 маны 2-5. Твердость. Если на разыгрывание этого заклинания было потрачено 3 или больше белой маны, то он выходит на поле битвы с одним жетоном плюс 1-1. То есть выходит 3-6. А странствующий огар за 4 маны 3-4. Это тоже рыцарь, как ни странно. Каждый раз, когда странствующий огар атакует, другой атакующий рыцарь получает угрозу. Вот такой вот огненно рожденный рыцарь за 4 маны 2-3 с дабл страйком. За 4 маны качается на плюс 1-1. Две копии ритуала Серебряного Пламени. За 4 маны мы кладем на все наши кричи жетон плюс 1-1. И если у нас есть твердость, если на разыгрывание этого заклинания было потрачено 3 или более белой маны, то все наши кричи получают еще и вижелность до конца хода. К сожалению, это волшебство. Один Сейр Эйлин, Львиный Коготь. За 5 маны 4-4 Рыцарь с ферд страйком. Когда он атакует, другие существа под нашим контролем получают плюс 1-1 до конца хода. Одна копия испепеляющего залпа. Это Ремувал. За 5 маны испепеляющий залп наносит 5 повреждений целому существу на скорости инстанта. И если на разыгрывание этого заклинания было потрачено 3 или больше красной маны, то испепеляющий залп наносит 3 повреждения игроку, контролирующему то существо. И Архонт Гармонии. За 6 маны 4-5 с полетом, не являющиеся Архонтами существа. То есть вообще все существа, которые будут сегодня, имеют базовые силы вносов из 3-3. Когда Архонт Гармонии выходит на поле битвы, мы создаем дополнительные 2 фишки существа 1-1. Белый Человек. И монобаза-то вот такая вот с замком и ресталищем одним дополнительным. Ну что, давайте пожелаем себе и друг другу и мне удачи, потому что... Хм. Хм. Кстати. Кстати, кстати, какая карта интересная. Давайте пока так. Я надеюсь, что получится хоть что-то. Потому что, ну правда, даже не знаю, что из такого набора можно собрать более-менее. Погнали. Надеюсь, я не опозорюсь и не обосрусь сейчас перед всеми. Потому что, действительно, в Силидах у меня еще меньше опыта, чем в драфтах. Силида играл в своей жизни, наверное, раз 4. Или 5. Самый лучший, самый, который мне понравился Силида, это Туха Гасит. Вот такие Силиды я люблю, честно. Ну давайте. Попробуем. Так, у нас мана всех цветов. У нас есть даже какие-то рыцари на руке. Ну, в принципе, ничего. Так. Агра такая у нас. Ух ты. Вскрываются же люди неплохо, да? Вскрываются же люди неплохо. Ладно. Нам бы такую стабилизацию, кстати. Так, так, так. Ну давайте поставим плейнс и ход. Хочу поставить командира. Все-таки он с зестачем. А наездник не с зестачем. Это тоже рыцарь. Чего мы такую не подровали, спрашивается. Ладно. Давайте командира. У меня это сейчас не демоны. На блюзда плюс ноль. Мы тоже агра. Ну и да, ребятки. Чтобы поддержать канал. Не забывайте. Подписываться и ставить лайки. А также ставить комментарии. Если хотите, чтобы ваш коммент попал в следующий выпуск. Так. Ну что. Давайте поставим гору. Чтобы оппонент знал, что мы не пальцем деланы. Поставим вот такого рыцаря. И пока ход передадим. Так, она умеет просто сейчас разгонять, да? Послушница. Окей. Неплохая, кстати. Да, у нас тоже такая была. Вскрытая. Хотя вот наездник мне больше нравится. Значит, я даже всеми пойду в атаку. Я даже против ничего не буду глянуть. Что-нибудь еще? Еще раз скачнись. Гном. Гном рыцарь. Там, запустим. Круто. Так, что у нас тут есть? У нас тут такая есть хренюшка. Давайте, наверное, сейчас пока воткнем. Какую бумагу воткнем? Давайте белую. Давайте заставим оппонента по лузу. Хит-точки. Два хита. 100 плюс. И... Наверное, атака. Давайте пока атака. Всеми. Не стал ставить блок оппонент. Ну-ка, давайте, наверное, поставим такого. А, нет, не поставим. Фух. Все, конец хода. Конец хода. Похитрый гном. Гном рыцарь. Плюс три, плюс три. Имеет захват. И является гигантом. Ладно. Готов ли я разменять? Карту на карту. Я думаю, что в принципе можно. Это не полезно атаку? Ну ладно. Да, давайте разменяем. Ничего на карту. Думал, у тебя только одни. У тебя только одни, у тебя только одни, какие пичи. Так. Ну что. Предлагаю. Так сказать, мечник. И. А, мы черный не поставили. Так что хрен нам, да? Давайте сходим в атаку. Это на страйк, то было так достачь, как бы, смотри. Блокируй. Ну, я думал, надо его заблокировать. Это, а, вводи. Что-то надо было дать черный, по-моему, немножечко. И вообще, стоит ли сейчас ставить архонта? Если оппонента тут что-то делает, кричит. Это же может быть больно. А, 2 маны он качается, да? То есть, можно от 3 на 10, да? Не, блоков не будет. Качайся. Если хочешь. Ну, даже и скачаться не стал. Так. 3 дамага у нас есть. 3 дамага это... Нормально, в принципе. Давайте попробуем убить. Послушницу. Ееее. Еее. The power of the night. Так. Мне интересно, этих рыцарей у меня... Точно не было никаких больше? Гномов не было? Ммм. Ну да, реально, все вытащили. Вот насчет этого, я думаю. Что-то она такая прикольная какая-то. Эта вечная молодость. Блин. Надо что-то с ней решать. Огр. Блин, надо что-то с ней решать. Архонт мне не понравился. Он может быть ситуативно и хороший очень, но, блин, что-то как-то нет. Даже не знаю. Копье прикольное. Тут все норм. Тут норм. Вот это не очень так-то. Ну, хотя у него жопа большая, ладно, хрен с ней. Давайте Архонта, наверное, пофиксим. Может быть. Или нет. Господи, ну хороший же он. Давайте один ритуал пофиксим. И одну вечную молодость положим. Вот так вот. Попробуем вот так. Печная молодость тоже достаточно неплохая карта. Может нам помочь. Если, допустим, нам убили каких-то, ну, действительно важных, ключевых рыцарей, то может. Пускай одна копия, как запаска. Пускай одна копия, как запаска. Так, белой маны нету, да? Ну, в принципе, все остальное есть. Давайте. Нам бы одну черненькую вообще, чтобы было просто мега-шоколадно. Давайте пока пульпо поборник поставим. Хер-страйк хейт. Ха! На! Что ты можешь сказать? Можешь кое-что, да? Ну, ладно. О, белая манка. Хочу ли я белую манку сейчас собирать? Блин, хочу все-таки. Но хочу этого больше всего. Хм-хм-хм-хм-хм-хм. Что же делать? Пока атака. Сыграем все-таки черную манку пока. Что, будешь ставить блок? Коллекционером глаз. Там прямо реаниматор у тебя? Ну, ладно. Ходи, это я пока играть не буду. Пригодится еще. Так-то ремуальчик интересный. Он силой уничтожает, а не с монокостом. Там что-нибудь типа каких-нибудь там... Больших хренов. Уничтожить запросто. Так, окей. Коллекционер смилил себе вечную молодость. Нам... Нам рыцаря. Окей. Давайте поставим белую. Давайте атака. Вот это вот. В принципе, уничтожает вот это. Поэтому тоже нормально. Что у тебя здесь такого? Что так смотришь? Проходи. Пока что просто обмениваемся зуботычными. Вечная молодость у нас. Интересный такой артик. Забавный вообще. Не пей, козленочком ставь. Сучка. Так. Вот это жопа. Вот это жопа. Реально. Реально это жопа. Так. Ну что делать? Ну давайте разрешим. Его придется, если убивать, то двумя картами. Даже не знаю как. Как с таким бороться? Как с таким говном бороться? Или разрешите ему нас пробивать? Хорошо, что я этого не поставил. Лучше пригодится. Какая-то прямо долго думает перед атакой. Как будто что думает? Вот этот летает. Или да. Да, 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 нет, нет. Вот и все. Очень просто. Он, если что, декнется первым. Если мы не будем дроваться. Ну и что? Этот бы идеально подошел просто против этого. Да, конечно. Что-то смирим сейчас. Что-то смирим сейчас. А-а-а, нет. Так, что, убивать рыцаря или не убивать? Ну, блин, тут есть сейчас насырее такая. Не знаю, что на руке оппонента. Давайте убьем. Давайте вот так. А что делать? У нас три мана, 4-4. Ни хрена себе, да? Вот балда какая взорвала. Демедж. И хади. Личная молода сейчас можно прикольно поставить. Прямо капитана. Так, странствующий округ. Еще одна жесть, которую нам не осилить. О, архонта. Ооо. Ммм. Ммм. Так. Давайте сыграем вечную молодость. Наверное. Выберем вот этого и этого. Подтвердить. Вот так вот. Подробились. Поставили ветеран. Окей, ходим. На ветерана можно двигаться 4-4. Угу. Можно поставить вот этого, и он его не пробьет уже. Тоже как вариант. Кто это? Неужели он? А, окей, 3-2. Ну да. Или вот так вот снять блок. Чего бы, нет. Ему придется одного выбирать только. Так. Получается, я размен кричи на кричу. Ммм. Интересно. Он нас обманул. Так. Ну да. Я думаю, тут мы уже... Да, мы можем затащить. В принципе, тяжко, но можем. Ну, давайте поставим оруженосицу. В таком случае. Поставим копьё. Давайте скажем ход. Нам бы еще одну чернику подорвать. Это было бы замечательно. Слушайте, ну... Блядь, прикольно ли люди скрываются? Вообще? Я зато вскрою часы. Какая-то угроза, да? Не заблочим. Так, ну и тут... Тут, я думаю, все. К сожалению. К сожалению, долго же мы ждали эту вторую черную ману. Ну, так она вам не пришла. Плюс подлянки на всякие оппонент кидает. Это не есть гуд. Ну, ладно. Давайте сыграем следующую игру. Ну и да, ребятки. Поддержите меня, блин. Подпишитесь на канал. Поставьте лайк. Так. Ну, тут уже полегче, кстати, как-то, да? Прямо очень даже полегче. Еще бы пару земель подробовать. И вообще шикарно. Давайте кип. Да, блин. Снова манерет. Снова. С тем самым, что ли, играем? Мне кажется. Такая рука мне больше нравится. Сейчас вот. Можно поставить такого, потом такого. Блин, вообще шикарно. 2-1 ферр страйк. Это же прям вообще хорошо. Так, нет. Все-таки это уже другая дека немножечко. Принцесса. Окей. Давайте помилим. Архонт. Не нравится. Мне все меньше и меньше нравится этот Архонт, если честно. Давайте рыцарь. Атака. Запасно, да? У него была одна черномана оставлена. Ладно. Так, у нас ферр страйк. Может быть какая-нибудь западлянка. Ну ладно. На 2. На 2 так на 2, мы на 3 в поле. Если честно. Вот, 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 вот. Про это я и говорю. Что опасно оставлять? Да ладно. Фейку. Фейку не страшно терять. Так. Атака. По-любому. По-боих ферр страйк. Ну, или сдавай, или не сдавай. Ритуальчик, к сожалению, сейчас сыграть не можем. Беломана нету, но... На перспективу, когда накопим кричин, дохренище. Почему нет? Так, да. 4. И давайте... Такого рыцаря... Скажите 2... Ой! Прямо все вниз уберу. Даже белую землю. Сильно много тут всего интересного. Если рыцарь, то белую землю нам даст 3 станыч. Я думаю, мы еще белую надрогали. За игру. Хоть одну надрогу. Вот этот вот. Паладин. Без каунта. Окей. Эмм... Да. По-любому. Намилимся? А, хорошая красная манат. О! Это то, что надо. Давайте же в атаку. Атакующих выберем. Атака в 7. 3 атакующих. Этот триггер сюда кинул. Что-то не то, да? Сейчас сделал. Я надеюсь, что он станет мне не подкупчиком. Блядь. Что-то я не то вообще сделал. Ну ладно, дэмэдж. У нас неплохой дэмэдж такой походит. Так. Надо бы поборгировать. Атаковать. Вообще не знаю, нахера я это сделал. Ну ладно, давайте огур. Что-то прямо сейчас вы, понятно, в менее выигрышном положении, чем мы. Сейчас посмотрим. Сейчас должна партия перебираться. Ну это не существенный блокер. Этот в принципе тоже. Один дошел. Окей. Намилимся. Ааа. Блядь. Ладно. Атака? Пока, наверное, так. Так, кто у меня сейчас может умереть запросто? Все, да? Давайте пока так. Ну и в него, да, угрозу. То есть надо двумя оставать. Так. 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 Ну вот этих двух убьем. Бегаем. Ну и давайте. Паузой. Так, хотя поднимем, какие-то ходим. Ну и тоже потерянный бед. Ну все, пора уже нахер убивать это говно. А, он пошел в атаку. Ну, может, тогда и не пора. О, у нас опции. Ну ладно, давайте вот так вот. У нас тут опции. Опции, опции, опции. Так. Окей. Ну давайте, мечника. Ну давайте, мечника. Может быть, на следующий ход мы даже выиграем. Ходи. Ходи. Че он там? А. Без твердости. Окей. Не твердый пикус. Молодин у нас. Крутился. Пас. Понятно, пошел в атаку. Ну давайте убьем конь. Допустим, допустим. Вот этого. Окей. Атака. Я думаю, что всеми пойдем. Кому-нибудь мы точно да убьем. Так. Все, да? А, ну замечательно. Мы выиграли. Спасибо. За игру. Что архонт, если честно, мне нравится все меньше и меньше. Нахрен его в деку положил. Так. Надо что-то менять. Надо убирать архонта. Нафиг его. Вообще нафиг. Уберем архонта. Так. Теперь что можно добавить? Ритуал можно добавить. В принципе. Можно грифончика положить. Так. Что у нас тут? Жнец есть. Такой себе. Вельможа. Молодость. Молодость. Вот молодость как бы как первый вариант. Вломиться. Вломиться тоже неплохой вариант. Так. Росомаха. Гном. Туфелька. Огр. Ну и все. Больше вариантов у нас нету. Так. Ну тоже. Либо вломиться. Вот. Либо вломиться. Либо ритуал. Либо. Вечная молодость. Ха-ха-ха-ха-ха. Давайте попробуем вломиться. Это типа ремуал. Да. Типа. Прокачка ремуал. Внезаменный нежданчик. Который может случиться с каждым. Вот так вот. То есть ребятки. Напишите пожалуйста ваше мнение от Силида. Для меня это действительно. Это даже можно сказать дебют на этом канале. Я не играл еще в Силида никогда на этом канале. Так что. Дебют. Дебют. Так что. Сурпрайз. Так. Если черный придет будет прикольно. Давайте попробуем. Флайер есть. Есть. Командир который этого флайера не качает. Все и четко. Смотрите. Порщик. Первый ход. Я вам скажу на середине можно и так и такой херни убрать. Вторая белая. Ну нам нужна теперь только черная. А вот так. А лучше две черных. Окей. Давайте бить ранку. Х1. Что там там шок скрылся? Шока нет в этом выпуске по-моему. Драк. Окей. Жалко ветеранам. Рыцарь. Рыцарь 3.1. Ну что могу сказать про рыцаря? Давайте устроим рыцарю сюрприз. Либо разменяемся с ним один к одному. Что в принципе не устроит. Размен на фею. Либо мы его просто сожгем нахер к чертям. Так вот. О, дабл страйк. Да, пас. Окей. Ну с рыцарем мы разменяемся по-любому. Пас. А он не хочет смех. Если он разменяется. Окей. Давайте сюда сюда живучие драконьи. А кто же будет? Рыцарь. Да не ты. Ладно. Давайте такой. Давайте атака на один. Где он? А. Тоже рыцарь. Смотрите-ка. Сколько нам рыцарей не додали в командах? Нормально. Да нет блоков. Успокойся. Все нормально. Иди атаку сколько хочешь. Молодец. И мечник полузали хит. Нет проблем. Окей. Блин. Вот земли здоровать уже не прикольно. Атака. Атака. Давайте командир. С достачи. 2-2. Что-то такое чувство, что я командирую. Нет? Нет. А он забрал нашего человека. Убил нашего человека. Подождите. Убить своего человека из артефакта. С тех пор пока. Сесс-фой. Вы получите контроль на этот момент. Вы не знаете способность. Что происходит? Так. Ну что-то чувствую, что тут мы тоже слили. Ну давайте попробуем сходить. Давайте никем не попробуем сходить. Все нормально. Сходи. О, ресталищик. На контроль вообще-то чё? О, скрыть одно удовольствие цель. Ну давайте сюда. Давайте сюда. Блок. И это лоджик. Трубо говоря, разминяли кличу на кличу. Только поэнтой на 7 идёт в атаку. А мы ни на сколько не идём в атаку. Бывает. И такое. И вечная молодость. Красота. И всё на этом. Всё, 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 всё. Да. Да, да, да. Интересно. Интересно. Чё изменилось? Чё изменилось? Чё-то, если честно, пофлудило. Блин, надо ещё задумать с этим флудом. Куда ману тратить? Если нас дурфлудит. Хм. Хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм. Так, надо чё-то думать. Куда тратить ману, если нас дурфлудит? В принципе, у нас есть куда ману тратить? У нас есть большие спллы, но у нас не пришли. Давайте один разобавивающий удар всё-таки добавлю. И чё я-то добавил. Даже не помню. Если честно, уже. А, вот эту вот. Давайте вломиться. Давайте. Пусть у нас будет один разрубающий удар. Попробуем им поиграть. Даже если это не будет 7 красной маны, то, по крайней мере, 7 дамага между кричами мы разнесём на ура. Между целями. Между тремя целями. В крайнем случае, всё, что не вломили кричами, вломим амбонент. Уже можно и в амбонент? Надо сейчас почитать. А, уже не почитаем. Окей. Так. Теперь у нас... Фу. Ужасная стартовая рука. Ужасная стартовая рука. Понятно, ходит первым. Давайте смулигаемся, потому что мы с этой руки сейчас не играем ничего абсолютно. А с этой руки мы что, играем? Да тоже нихрена не играем. Если честно. Давайте попробуем. Даже не знаю, что убрать. Наверное, вот это вот. Или вот это вот. Вот это прямо... Блин. Это прямо самое тяжёлое, что есть на руке. Давайте так. Вот это проблема трёхцветной графики. Ой. What the fuck? Окей. Так. Ну давайте. Монтана, заходи. Ё. О, нормально. Ну давайте меченька. Как снять им? Если чё, будет сразу и генить. Нормально ж? Один, два, три достачь. Окей. О, рестайлище. Рестайлище это хороший дроп. Дроп. Давайте. Игром. Так. Белая земля и мечник. Вот так вот и ставим. В таком порядке. И храдим. И храдим. В принципе... А, у него достачь, да? То есть, с ним лучше не меняться. Ладно. Ладно, идём по нему. Хотя, почему нет? Так, этот умер. Давайте сейчас ведём бой с батар. Да. Нету блоков. Два хита мы по-любому отгеним. Поэтому это не так страшно. Мантик и лип. Окей. Хорошо. Так. Ну давайте, давайте сходим мы в атаку. Отгеним два хита. Ну и всё-таки вернём. Карты. У нас играем. Подорваемся. И ходим. Можем подказать Сейра. У нас ещё хотят поставить Легион. И вот эту. Сыграть. А, её не можем. Нет. Черепаха. Окей. Окей. Хорошо. У нас 14. Не очень приятно. Так, ладно. Давайте поставим Сейра. И если что... Ну, тут будем тратить. Вот это всё дело. Ходи. А, он может быть заблокирован. То есть вот такая комната. Очень ядровая там каждый ход. Но не генит. Ёперный театр. Ой, чёрный цвет ещё есть. Чё-то, походу, я слил, ребятки. Если сейчас не произойдёт никакого чуда, то я слил. Может, надо было скипать первую руку и не это... Не выпендриваться. Так. Давайте сюда. Блок. Это ещё страйк, да, есть? Нормально. Ого-го! Ого-го! Так. Это, по крайней мере, интересно. 5 маны, да? У нас 6. Давайте такого сыграем тогда. За заискивание. И давайте, наверное... Стоит присходить в атаку или не стоит пока? И ход. ТСР явно его волнует. Верните целевое существо. Ух ты! Ух ты! Прямо круто. Стэки, убьём эту хрень. Вот это прямо круто. Блин. Какой-то это не так вскрылся, что ли. Изначально. Не, блоков не будет. Так. Это Сейра поставил. Хотя, мне такое чувство, что это всё. Ой, ход тогда. Такое чувство, что это реально всё. Хотя, мы можем сейчас этим покомиться немножко. Ну, это всё, на самом деле. Сейчас ещё, если ещё гигант встанет, то просто жопа. Ну, может, оппонент и не будет вставать гигантом. Потому что, может быть, он хочет побыстрее всех убить. Давай сюда блок. Это сколько? 5 на 9, да? Тяжко, тяжко, тяжко. Ну, ладно. А, ну, не на 10. Окей. Да, великан. Так. Что же нам теперь предпринять? Давайте, во-первых, вот это поставим и посмотрим, что нам идёт. Ни хрена нам не идёт, да? Хм. Тут мы отгинем 5. Что-то дамаг, грубо говоря. Придёт 2. Блин, ну, походу, мы слили. Походу, мы слили. Ну, посмотрим, как поступит оппонент. С этой армией феи вообще не представляю, что делать. Это и таки. Ну, конечно, это очень жёстко было. Прямо вообще жесть. Ну, видимо, он сейчас пойдёт 7-го там. Может, не в 7-е. И говорит, блокирует. Вот и всё. Спасибо. Ну что, ребята. Таков был мой первый опыт в игре в Силит. Не знаю, насколько... Точнее, знаю, что я облажался. Я это очень прекрасно понимаю. Ну, вот я не знаю. То ли всё зависело от действительно прихода хренового. То ли я что-то не так собрал. Мне очень хочется, чтобы вы мне помогли. Если вы умеете играть в Силит, если вы хорошо играете в Силит, напишите, что бы вы сделали, как бы вы собрали и почему. Мне это очень сильно поможет. Давайте забьём приз. Ну, а с вами был Дима. Канал МТГ Сибирь. Всем удачи. Пока. И хороших топдеков. Субтитры подогнал «Симон»